Обманутые дольщики северной строительной компании начали получать страховые выплаты. В эти дни компенсации за недостроенные квартиры получили три человека. Однако деньги смогли вернуть только те, кто застраховал свою часть в компании Ринка, ныне Проминстрах. Полностью ли покрыли расходы дольщиков и что будет с остальными участниками строительства, узнавала Саргалана Захарова. Строительство двух многоквартирных домов на улице Каландрашвили затянулось на несколько лет. Первую очередь должны были сдать еще в 2013 году, а вторую обещали ввести в конце 2016, но ключей от положенных квартир люди так и не дождались. Застройщик «Северная строительная компания» прошлой зимой была признана банкротом. Если достройку первого дома дольщики взяли в свои руки, то второй объект завершать таким образом не представляется возможным. Слишком низка стадия строительства. Людям приходится надеяться только на страховые выплаты. После решения суда о банкротстве мы подали в арбитражный суд на включение нас в реестр. И после решения арбитражного суда о включении отправили документы в страховую компанию. В течение двух месяцев приняли решение в компании. Сергей Деревцов смог добиться компенсации всей суммы вложенной в строительство, но без убытка все равно не обошлось. Порядка 300 тысяч он переплатил банку проценты за ипотеку. Вместе с ним выплаты получили еще два дольщика, которые были застрахованы в той же компании, что и он. Но вот остальным 40 участникам строительства повезло меньше. Они заключили страховой случай с другой компанией, которая на сегодняшний день является банкротом. И вот по этим гражданам нам еще предстоит поработать. А вот трое уже получили и еще двое подали документы на получение страховых выплат. Но это, к сожалению, скорее исключение, а не правило. Еще в прошлом году правительство России пришло к выводу, что страхование договоров долевого участия не смогло оправдать себя. Ведь большинство обманутых дольщиков так и не смогли вернуть свои вложенные средства. Поэтому было принято решение разработать новый механизм, который смог бы обезопасить участников строительства. Таким образом в стране появился компенсационный фонд. Накопленные в фонде деньги будут гарантировать участникам долевого строительства компенсацию вложенных средств или завершение строительства без дополнительных сборов с дольщиков.